Всем привет! У нас сложилась такая ситуация, что сейчас я нахожусь в старом деревенском доме, куда я приехал, чтобы заниматься охотой подводной. Здесь я ночую, здесь нету ничего, какие-то старые кровати, старая там одежда какая-то, из цивилизации только телевизор. Но тем не менее, я продолжаю тренировки свои. И всегда в любом абсолютно месте можно найти то, чем можно потренироваться. Потому что часто вопросы мне такие задают, а вот только ли в зале можно заниматься, как вот дома приспособить, у меня нету тренажеров, а вот я там часто в командировках бываю, что мне делать. В любом гостиничном номере всегда есть стул. То, что я сейчас со стулом вам покажу, это банальность. Все это на самом деле знают, но вовремя не вспоминают. Или не берутся это делать, думая, что это ничем не поспособствует. Но я скажу, что лично я это делаю. Вот стул. Прекрасный способ для тренировки запястья и пальцев. Великолепно. Упражнение номер один. За ножку подняли. Если вы поднимаете за дальнюю ножку, от спинки дальней, это тяжелее. Начинаете качать. Таким образом. То есть вы не просто качаете вот так вот вниз и вверх, а еще двигаете кистью. Вот так вот. Таким образом. Раз. То на себя. Старайтесь это не делать махом. Вот так вот. Вот так подкидывать не надо. Нет. Это если уже сил не будет совсем. Вот так старайтесь делать. Плавно и спокойно. Вверх. Вот таким вот образом. Это на плечи лучевую мышцу. Вот которая сверху находится. Очень важная мышца. Она должна быть обязательно сильная. Обязательно. Сделали. И поставили стул. Можно просто поднимать стул. За ножку. Раз. Поставили. Два. Раз. Два. Сама нагрузка. Она регулируется. Способами разными. В основном их два. То есть первый. Это. Вы можете взять. За ножку ближнюю. К спинке. И будет легче. А что рычаг до спинки будет меньше. То есть его совсем не будет. И соответственно противовес будет меньше. И понимать будет легче. И второй момент. Это где ножку взять. Если вы берете за самый кончик ножки. Это тяжелее. Чем вы выше берете. Тем соответственно легче. То есть здесь взять легче. Здесь это тяжелее. Ну и есть еще способы конечно. То есть если вы делаете движение быстро. Вниз. А потом ловите. Это плеометрику. А поднимаете медленно. То есть усилите нагрузку. Потом еще количество раз. Ну все само собой понятно. На тыльную поверхность. И на пальцы. Берете так. Чтобы сон стул захватили. Только кончики пальцев. Вот таким вот образом. И не выгибая руку вниз. Таким вот образом. Стул поднимаете. В сторону. Или вперед. В зависимости. Из-за того как мы находимся. Вот что и таким образом. Таким образом. Значит прям вперед поднимаете. Если так. То это в сторону. Понимаем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вот он. Чем миленее. Тем лучше. Следите за тем. Чтобы кисть. Не выгибалась. Не прогибалась по тяжеству стула. И только кончиками пальцев. Старайтесь захватывать. Ну когда уже сил мало. Можете захватывать. Всем пальцем целиком. И делать движение чуть резче. Но максимально где нагрузка. Тогда только кончиками пальцев захватывать. На соответственно. То же самое делается. Другой рукой. Может прям плёс носить. Вот. Вот так. Если силы много. Можно вообще вот так держать. Не так вот. Чтобы. Не так чтобы. Ну вот упиралась. Вот этот. Сам край. Предплечье. И вам будет легче. А вообще не касаться предплечьем стула. Вот таким образом. Видите. Не касается предплечьем стула. Таким образом. Вот. Это то что можно сделать со стулом. Ну это еще не все далеко конечно. Можно делать. На заднюю поверхность. Со стулом. Таким образом. Ну соответственно. Вот так. Буду гораздо тяжелее. С увеличим до нагрузок. Если мы делали плечи лучевую. Когда поднимали вот так. То плечи лучевая работала. То есть с этой стороны. То здесь работа прям противоположная. Вот так. Хочешь согнуться. И вверх немножко поднимать. Вот так. Тогда будет амплитуду больше. И выше нагрузка соответственно. Вот. Таким образом. И на ладонную поверхность. Но на ладонную поверхность. Как бы трудно конечно. Придумать. Вот берете вот так за простулы. И вот такое движение делаете. Вот так вот. Опять же тут требуются пальцы очень крепкие. В конце доводка. В конце доводка. Тут конечно всегда в комплексе прорабатывается. И предплечье само. И пальцы. Вот то что я могу порекомендовать со стулом. Так что не запускайте себя. Всегда можно найти. Буквально 10 минут занимает. И будет очень хорошо. Удачи. Продолжение следует...